Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Напоминаю то, что сегодня у нас суперчетверг, очень серьезная торговая сессия и в плане влатильности, и в плане дальнейших ориентиров по многим активам, которые можно будет использовать дальше. Напоминаю еще раз то, что сегодня мы с вами следим за парламентскими выборами в Англии. Это событие номер раз. Далее у нас заседание Европейского Центрального Банка, публикация ставки по депозитам, ключевой ставки рефинансирования. Традиционная после этого пресс-конференция руководства ЦБ. Будем слушать Марио Драги, внимать каждому слову и, соответственно, искать ответы на то, что будет с монетарной политикой дальше. Для европейской валюты это, безусловно, важно. Для нас, для любого трейдера, который не использует в своем арсенале евро, это тоже событие крайне важное. И, собственно, помимо этого будет еще несколько релизов, на которые мы, безусловно, также обратим внимание. А в качестве еще одного серьезного инфоповода стоит отметить выступление, дача показаний, доклад, ну как угодно можно сказать, бывшего главы ФБР Джеймса Коми в Сенате. Как и всегда, я сделаю акцент на это событие. Вы помните то, что Соединенные Штаты Америки настойчиво продолжают искать присутствие российского следа в президентской гонке, которая состоялась в конце прошлого года. Со всеми вытекающими отсюда последствиями для американца, для Трампа, для политической стабильности США, для всей финансовой конъюнктуры и всех финансовых рынков. Мы в данном случае заложники такого фундамента, но не в плохом смысле, наверное. Мы понимаем то, что это форс-мажор. Наверное, без них и без него рынок не может существовать. Может быть, даже мы должны быть благодарны таким событиям, поскольку они разгоняют, раскручивают по спирали волатильности. А вы все знаете то, что именно волатильность, она и притягивает нас к, в том числе и рынку форекс, потому что за волатильностью скрываются безграничные возможности. Хорошо, конечно же, что зачастую формируются те тренды, которые мы с вами прогнозируем долгосрочно. Мы стараемся искать связи в том, что происходит на рынке и с тем, что может произойти с инструментом, который отвечает за отдельные площадки. Поэтому каждый день, друзья, я рассказываю вам обо всем интересном, что происходит на рынках, обо всех интересных фундаментальных событиях, новостных поводах. Стараюсь дать вам собственную субъективную оценку и знаю то, что многие из вас уже стали опытными трейдерами, соответственно, используют эту информацию, добавляют к тому видению, которое есть исключительно в формате собственного восприятия. И таким образом мы все выходим на золотую середину по инвестиционным решениям. И я надеюсь, что трейдерское сообщество, точнее, не надеюсь, я вижу, как растет из месяца в месяц. Я вам, друзья, за это крайне благодарен. Ну что, давайте поговорим теперь про наш традиционный набор инструментов. Как и всегда, стартуем с нефти. Здесь не есть что сказать в позитивном плане, потому что наша с вами цель 48 долларов за баррель наконец-таки достигнута. Как действуем дальше? Ну, те, кто хочет рискнуть и понимают то, что давно ждали вот этого мощного ослабления, пробоя, соответственно, поддержки в 50 долларов за баррель. И просто так медведи, конечно же, не сдадут свои позиции, можно рассчитывать на то, что рынок не остановится. И дальше мы увидим более нисходящие уровни 47-45 долларов за баррель. Те, кто все-таки долго ждал, даже, возможно, устал от иного основного фона, который системно и в целом не меняется для рынка нефти. Может быть, друзья, стоит зафиксировать тот профит, который достигнут, и отдохнуть, собственно, от всего рынка черного золота. Поискать возможности других активов. Вот рубль у нас тоже, наконец-таки, дал слабину. Может быть, стоит приориентировать капиталы спекулятивные на этот дуэт валютных активов. Но в любом случае, если вас интересует мое видение, я считаю, что мы не просто так находимся на текущих значениях. И в целом, подводя итоги вчерашнего дня, минимум 47-96, сейчас чуть повыше торгуемся 48-38. Может быть, даже сегодня локальный интерес связан с выгодом довольно неплохих отчетов по торговому балансу в Китае. Экспорт и импорт выросли гораздо выше ожиданий. С другой стороны, возможно, большая причина отката связана с крайне серьезным ослаблением за последние торговые хай-сессии. То есть, это такая техническая консолидационная проторговка, которая вряд ли приведет к нечто большему, чем, собственно, колебания на текущих значениях. Развернуть такой локомотив, который абсолютно оправдан, будет очень трудно. А теперь давайте разберем детальную ситуацию, сложившуюся за вчерашний торговый день. Как вы помните, после Американского института нефти, статистики, которая была представлена во вторник, все сфокусировались на отчете уже Министерства энергетики США. Это официальные, объективные данные. И были идеи, что если официальная статистика укажет на снижение запасов, тогда можно будет подорговать через повышение на рынке нефти. Ну, собственно, по статистике, вы сами все прекрасно видели, отчет порадовал. Но порадовал не быков, точнее, а тех, кто делал ставку на ослабление. Запасы нефти выросли на 3,29 миллиона. Параллельно с этим выросли и запасы бензина, плюс 3,32 миллиона. Причины? Ну, я, друзья, честно говоря, вижу несколько. Ну, возможно, это снижение переработки на ряде производственных заводов в Штатах. Это сохранение высоких показателей импорта. И есть еще одна причина, которая, опять же, скрывается в прежних объемах нефтедобычи. И поговаривают даже, что часть резервов перевели из стратегических в коммерческие. Может быть, это тоже тот самый новостной фактор, который сейчас кем-то недооценивается, но который может повлиять на будущие показатели по запасам и настроить нас на то, что мы вступаем, даже несмотря на летний период в сезон, статистики, когда запасы будут со знаком плюса. Неделя, соответственно, прошлая прервала цикл из 8 недель подряд, когда запасы снижались. И это выступило еще одним позитивным фактором для продавцов. В то же время, друзья, хочу отметить то, что объемы добычи нефти США снизились. Вопреки ожиданиям и крайне удивительно, конечно же, было увидеть снижение на 24 тысячи до 9,31 миллиона. И, казалось бы, это ведь позитивный фактор. Если снижаются объемы добычи, почему бы не поторговать через покупки нефти? Но на рынке тут же был и другой фактор, который нейтрализовал положительный эффект данной статистики. Этим фактором выступила статистика от ОПЕК, согласно которой в прошлом месяце, даже несмотря на действия соглашения и соблюдения, с высокими показателями о квотах, которые обязаны регионы, присоединившиеся к сделке энергетического факта, соблюдать, объемы добычи нефти в ОПЕК выросли на 270 тысяч баррелей до 32-12. Друзья, вывод, который сейчас нужно сделать, так это то, что высокие объемы добычи нефтепроизводства в Штатах по-прежнему будут выступать основной, блокирующей для всего идеи на рынке нефти, углеводородов и черного золота. Соответственно, если руководствоваться таким подходом, нужно вспоминать про то, что именно Штаты стали тем самым регионом, который нивелировал и нейтрализовал усилия ближневосточного картеля и продолжит это делать, даже несмотря на то, что энергетический факт будет действовать до марта 2018 года. То есть ставим на дальнейшее снижение цен на нефть, плюс ко всему у нас на десерт этой недели остается еще отчет Baker Hughes, который будет публикован завтра, а поздним вечером. Обычно мы отыгрываем эту статистику уже с открытия следующей недели, то есть понедельник-вторник, но может быть, если уж и по статистике, связанной с запасами, у нас образовалось своего рода исключение, может быть, реакция на отчет Baker Hughes и на очередной рост числа терминалов. Напоминаю, что это будет уже 21-я неделя подряд, когда увеличивается количество сланцевых, обуровых. Это станет дополнительным притоком сил для медведей, импульсом для того, чтобы еще больше притопить котировки черного золота и уж совсем пойти на победоносные цели для медведей, которые находятся, как я уже отметил, уже ближе к району 45 долларов за баррель. Я напоминаю то, что после того, как мы в очередной раз в начале этого месяца взглянули на актуальные цифры по добыче, мы еще вернулись к отчету ряда энергетических компаний и инвестиционных банков. Вот JP Morgan Chase прогнозируют то, что цены на бренд будут держаться в конце этого года и, соответственно, в 2018 году примерно на отметке в 45 долларов за баррель мы видим, как туда именно мы и идем. Российская валюта 57,04 котировки. Торговая сессия еще не стартовала, это, по сути, котировки и цены премаркета. Поскольку нефть у нас показала серьезное ослабление, мы наконец-таки оказались ниже 50, то есть в психологической планке отправного момента для нас, чтобы девальвировать собственными силами рубль, этот момент наступил. Сегодня мы рассчитываем на то, что восходящее движение пары продолжится, и я думаю, что мы можем ставить уже на следующую цель 58 рублей за доллар. Дальше идем, друзья. Доллар японская иена. Минимум за последние 6 недель был зафиксирован в ходе вчерашней торговой сессии чуть позже, чем азиатские торги. После этого внутри дня мы видели приток интереса и капитала в отношении доллара, в отношении облигации, доходность немного попазла вверх, американская валюта против иены восстановилась практически на фигуру, вернувшись с минимальных уровней 109 с копейками до отметки 110, и сейчас доллар и против японской иены снова приседает. Куча событийных рисков, которые сейчас, с одной стороны, и являются первопричиной все-таки сдерживания интереса инвестирования в рисковые инструменты с большим посылом переклада средства в защиту. От этого выигрывала японская валюта. О событийных рисках мы с вами уже много говорили. Среди теракты, выборы, политическая тема, это прям круговорота в рамках мировой экономики, не только Англии. Ну, Англия сегодня самая интересная. Среди еще выборы в Италии, потом выборы в Германии. Соответственно, последствия и голосование, выборы в парламент во Франции, еще после того, как МНЛ Макрон стал президентом. Собственно, этого одного также из ведущих формативов Европейского Союза. Но для доллара сегодня куда более интересным является доклад Джеймса Коми в Сенате по поводу вмешательства якобы России в президентскую гонку. И я напоминаю, друзья, это не просто какой-то слух на рынке, это слух, который был обнародован через одно из ведущих средств массовой информации, телеканал CNN, когда были сделаны намеки на то, что Коми может подтвердить факт, оказанного на него давления со стороны Трампа. Вот правильный вопрос, который наверняка у вас возник, почему доллар вчера так резко вырос? Вот, кстати, этот рост связан с заявлениями, которые были сделаны Коми еще до выступления в Сенате, о том, что его речь не несет ничего угрожающего для текущего положения Трампа. Рынок на это отреагировал позитивно, потому что вроде бы как тут же был снят основной риск для американца, с которым мы можем столкнуться в рамках сегодняшней торговой сессии. Но об этом очень быстро забыли, да и потом какой-то конкретики особо не увидели. Но позиции Трампа, они не на очень высоких уровнях, поэтому, возможно, им уже и ничего не угрожает. Однако вот помусолить эту тему и немножко еще, скажем, сделать более крутой траекторию усиливающейся политической неопределенности в Штатах, это уже настоящий такой тормоз для того, чтобы Трамп сейчас собрался, сфокусировался, сконцентрировался на реформах и больше бы начал уже обелять свою репутацию. На это тоже будет много времени. В любом случае, друзья, я считаю то, что поведение американца против иены, которое мы видим в последние дни, вот особенность с начала этой недели и уж после того, как пара оказалась ниже отметки 110, явно доказывает то, что доллар сейчас является также заложником настроения, которое присутствует на рынке. Настроения очень быстро меняются. Доллар не реагирует на макроэкономические данные. И я полагаю то, что изменится, собственно, эта ситуация только по мере приближения заседания ФРС. Это 13 и 14 июня. Следующая неделя. До этих пор шансы на то, что американская валюта против иены протянет еще сильнее, высоки. Ну вот следующая неделя будет также, безусловно, крайне интересно. В понедельник мы еще раз проведем разбор полетов всего, что происходит на рынке. И уже поговорим в прошлом про выборы в Англии, про выступления Коми, поговорим про дополнительные риски неопределенности, как еще рынок отходит от решения арабской коалиции разорвать дипсвязи с Катаром. Это еще раз обсудим не только на брифинге, но и на вебинаре «Правильный понедельник», который состоится в 16.30. И уже целенаправленно замахнемся на 14 июня, когда пройдет заседание ФРС, и где будут решаться вопросы нормализации денежно-кредитной политики и повышения ставки. Еще раз напоминаю вам, что вопрос, по сути, уже решен. Ставку подниму на 25 балетных пунктов. Но хотелось бы сейчас найти совсем оптимальный и самый хороший перспективный уровень, чтобы снова подключиться к длинной позиции по доллару против иены. И я надеюсь, что в начале этой недели, в следующей неделе, нам удастся это сделать. Дальше идем. Евро против доллара. Европейская валюта, как я уже отметил, был локальный фактор роста доллара. Доллар вырос и оказал давление на рисковые инструменты евро, поэтому также просел практически на фигуру против доллара. Кто-то говорит, что это следствие какого-то инсайда, который поступил от драги, не было ничего такого. Кто-то говорит, что евро отреагировало на слабую статистику по производственным заказам. Но, друзья, самим-то не смешно, чтобы евро сыпался на фигуру на статистике по производственным заказам Германии. Это важный отчет, конечно же, но не настолько, чтобы разворачивать и сбрасывать главные риски с локальных максимумов, которые были зафиксированы в последний раз несколько месяцев назад. Но сегодня день судьбоносный для евро тоже, поскольку заседание Европейского центрального банка уже через несколько часов. В 14.45 будут публикованы ставки, все без изменений, даже можно не смотреть на то, что увидим в экономических календарях. Нас интересует пресс-конференция. А здесь непременно будут обсуждаться вопросы перспектив и потенциального пересмотра инфляции, темпов экономического восстановления. Прогнозы по инфляции, уверен, будут снижены. И в этом нужно будет найти очень серьезный системный долгосрочный фактор негатива для евро, потому что снижение инфляции, оно станет отражением резкого падения индекса потребительских цен, которые мы видели в прошлом месяце. И если мы сейчас говорим о том, что рынок нефти вошел в фазу еще большего коррекционного нисходящего тренда, вы должны понимать то, что снижение цен на нефть будет выступать причиной сдавливающего эффекта, который не даст расти и показать инфляцию не только в еврозоне, а в глобальной мировой экономике. Поэтому Европейский Центральный Банк, будучи проактивным регионом, уже сейчас должен сказать то, что все усилия, которые сейчас предпринимаются, они, к сожалению, нивелированы пока рисками снижения цен на нефть. Но ЕЦБ будет и дальше, и действовать в рамках низких процентных ставок, и сохранить программу количественного смягчения в текущих объемах. Я думаю, что сегодня будет крайне парадоксально услышать, что если ЕЦБ подумывает спустя летний сезон, ближе к осени и зиме 2017 года, под занавес 2017 года, выйти из программы количественного смягчения хотя бы частично. Нет, этого мы точно не услышали. Я прям могу ручаться. Поэтому сегодняшняя динамика европейской валюты, ее трудно оценить. Я предлагаю, как и раньше, сохранять два подхода. Это краткосрочный нарост и долгосрочный, если вы уже встали в СЛ, придерживаться, собственно, этих ориентиров. Краткосрочно вы видите то, что позиция по-прежнему доминирующая у «Медведей». Может быть, евро предпримет попытку сходить в район 1,14, хотя бы на текущем новостном фоне их фундаменте. Ну а дальше уже все будет зависеть от, соответственно, доллара. Фунт против американца. Данные опросов общественных. Вот Комрес, Контор, ЮГОФ. Много агентств, которые провели предварительный опрос избирателей, кому они готовы отдать свои голоса. Позиции и мнения разнятся. Где-то перевес консерваторов по сравнению с лейбористами 10%, где-то 5, где-то 4. Вот самые оптимистичные оценки для лейбористов. Это вот как раз, по-моему, от Комреса оценка текущего позиционирования. 42% готовы проголосовать за, отдать голоса консерваторам, 38% лейбористов. В любом случае, все покажет уже сегодняшняя торговая сессия. Будем ловить данные экзитполов на выходе избирателей. В моменте на это отреагирует, конечно же, сам рынок. Я хочу, друзья, напомнить то, что окончательные результаты уже будут подведены после того, как фондовые секции Англии будут закрыты. Поэтому единственная возможность в моменте насладиться вот этим фундаментом, попробовать на нем хорошо заработать, это рынок Форекс. Поэтому ликвидности сегодня на рынке будет очень много. Значит, волатильность будет зашкаливать. И я надеюсь, что сработает тот сценарий, которого придерживаюсь лично я, и о котором я уже неоднократно вам рассказывал. То, что политическая, опять же, сейчас ситуация, риски того, что консерваторы не наберут простого большинства, риски того, что Тереза Мэй не получит поддержки парламента, это все усугубит процесс переговоров по Брейсету, это то, что может вернуть пару фунтов долларов в район 1,25. Ну, пусть не за одну торговую сессию, но нам нужен импульс, который потом подхватят и другие продавцы. Поэтому на сегодняшний день я все-таки ставлю на снижение, надеюсь, что хотя бы в этот раз фунт нас не разочарует. Хотя бы последние три раза он нас подводит. Еще хотел отметить пару USDCAD. Ну, вы все прекрасно понимаете, что если мы говорим про канадца, значит, мы связываем то, что происходит, соответственно, с ценами на нефть. Поэтому канадский доллар сейчас игнорирует статистику и ничего не может поделать, кроме как не дисконтировать собственную стоимость, а слабость, исходя из снижения цен на нефть. Вот это мы с вами и хотели использовать. Я надеюсь, что вы это использовали, потому что мы купили пару USDCAD с отметки 1,34 с небольшим. Сейчас котировки повыше 1,3513, но я думаю, что мы сможем добраться до отметки даже 1,37-1,38. Поддержите позиции и будет вам еще больше профита. Из других, собственно, активов все, в принципе, без каких-либо серьезных изменений. Ничего интересного по австралийцу, по новозеландцу сказать не могу, потому что эти активы будут обращать внимание на то, что произойдет с долларом сегодня. СНП, американский фондовый рынок, подрастает снова 2,434 сейчас пункта. Наша цель 2,450-16 пунктов. Друзья, я уверен, что до конца этой недели сможем добраться до этой планки. Из важных событий, еще раз повторяюсь, следим за ИЦБ, за ставками, за пресс-конференции. Также сегодня парламентские выборы в Англии. Также сегодня выступление Джеймса Коми в Сенате. И 18.15 еще послушаем, кому интересно, полоза, отвечающего за монетарную политику Банка Канады. Но даже ему не под силу сейчас сломать тот негатив, который скрывался в отношении канадца, из-за снижения цен на нет. Поэтому для общего интереса послушаем, завтра поговорим об этом. Но уже, мне кажется, перспективы ясны для пары USDCAD – это движение в район 1,37-1,38. Друзья, осталось только пожелать вам хорошей торговой сессии, удачи. Я надеюсь, что сегодня какая-нибудь из идей точно выстрелит. Мы долго ждали таких событий, долго нас рынок опрокидывал, разочаровывал. Ну, хотя бы даже в порядке вероятности, какой-то из фундаментов должен сыграть и в нашу пользу. Поэтому сегодня я рассчитываю увидеть либо сильный доллар, либо, соответственно, точнее, либо как осрочно слабый доллар по факту той неопределенности вокруг выступления Коми, либо слабый фунт как реакция на результаты парламентских выборов. Если есть вопросы, если вы захотите поделиться вашим видением рынка, вашей позиции, обязательно высказывайтесь на форуме о маркетинге на канале на YouTube. Они, собственно, для этого и осознаны. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Всего доброго. До свидания.